18 октября в Москве в третий раз прошел форум «Конкуренция в медицине». Цель форума – формирование цивилизованного и открытого подхода к конкуренции в медицинском бизнесе. Руководители более ста организаций собрались вместе для того, чтобы обсуждать самые острые вопросы. Конкуренция между государственным сектором и частной медициной, успехи в привлечении платных пациентов в бюджетных клиниках, снижение доходов у населения, снижение рождаемости в стране и, как следствие, ужесточение борьбы за клиента, пациента в родильных домах и в педиатрии. Как не уйти в бизнес, помня о том, что он медицинский. И мне представляется так, что сегодня в дискуссиях, в жарких диалогах, которые на этом форуме звучали, была мысль о том, что каждый должен заниматься своим делом. И мысль об этом заключалась в том, что в клинике хорошо, когда есть баланс. И баланс с точки зрения сил и противосил. Баланс, классический баланс, когда есть противоречия. И вот эти противоречия, они позволяют выстраивать работу с рынком этично, как сегодня было это заявлено и в выступлении Парамонова и выступлении Аши Ихмина. И вместе с тем по бизнесу полезно для инвесторов, как об этом говорил Паша Брандт и другие. Вот здесь я уверен, что наличие разных точек зрения и столкновения интересов и есть залог успеха. Потому что конкуренция хороша везде. Конкуренция на рынке делает лучше для пациента. Трансформация в отрасли, которая наблюдается сейчас, процессы поглощения, территориальной экспансии сильных игроков рынка. Важным было заявление о том, что передовые клиники объединяются ради просвещения рынка, ради формирования примеров лучших практик и помогают пациенту обоснованно выбирать медицинское учреждение. Есть сегменты высокой технологичной помощи, где частная медицина почти не представлена или представлена в каких-то узких сегментах. Там исторически им альтернативы просто нет. И они сейчас активно выходят в эконом-сегмент стационарной помощи, эконом-сегмент амбулаторной помощи. И там, я думаю, они создадут жесткую конкуренцию для частной медицины, которая в этом сегменте работает. Самые сильные врачи-блогеры, за которыми десятки и сотни тысяч подписчиков в интернете провели круглый стол, обсуждали то, как к ним относятся коллеги, руководство, насколько они стали движущей силой на рынке и как в этой связи строят свои отношения с читателями. Всего в конференции приняло участие около 500 человек.